Общество очень негативно настроено к судьям, по крайней мере одна его часть, как правило, это социально менее защищенные люди, мало зарабатывающие, ниже прожиточного минимума живущего, они там все в мантиях, все взятки под своими мантиями носят, без малого говорят так. Но реально, если взять только случай Дианы Машиной и может быть Беатриса Таллера и Ирены Поликарповой, кстати, в случае с Таллером, даже после ее смерти люди борются за ее честь и за ее оправдание сейчас в Верховном суде, то в принципе нету этих дел, чтобы судьи шли, так сказать, на посадку с наручниками, со скандалами. Ну хорошо, комиссия Сейма будет там судью Страсда освобождать от должности, только потому, что он написал в отчете, что там есть дворники, а дворников не было при суде, улиц не мели. Короче говоря, к чему это все свою демагогию развел? К тому, что коррумпирована ли система судов, на ваш взгляд, или она уже настолько чиста, что любая грязь на ее фоне выглядит действительно большим пятном? Ну я где-то 3-4 года назад делала исследования, опросы разных судей, и мое впечатление таково, что в целом там работают честные люди, но я не могу сказать, какая пропорция, потому что там все еще некоторые решения судов являются какими-то странными. И, ну, к сожалению, эти странности устраняются не путем того, что бюро по борьбе с коррупцией просто ловит коррумпированных судей, они так же делают, но не слишком часто, но как бы естественным путем. Такие судьи просто уходят какое-то время в пенсию, или кто-то им говорит, лучше уйти. Но так плохо ли хорошо, что система сама выдавливает? Я думаю, что это хорошо, но эта система могла бы выдавливать побольше и поактивнее, да, потому что эта система все-таки себя очень-очень защищает и на всякую критику очень болезненно реагирует. Продолжение следует...